12 апреля в администрации района состоялось внеочередное заседание антисеррористической комиссии муниципального образования Кашхабльский район, причиной которого стали события, произошедшие в Ставропольском крае. Вел заседание глава района Заур Хамирзов. Также присутствовали первый заместитель главы района Руслан Емыков, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, прокурор Кашхабльского района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзал Ургишев, члены комиссии, главы поселений, сотрудники администрации, директора общеобразовательных и дошкольных учреждений. На повестке дня было два вопроса. По первому выступил начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзал Ургишев. 11 апреля 2016 года в районном центре Новоселецка Ставропольского края группы не установили лиц, в том числе с участием террористов-смертников, совершено нападение на здание МВД России по району. Благодаря действиям жертв среди сотрудников и граждан недопущены. На месте происшествия обнаружены три трупа смертников мужского повода и автомашина, предположительно на которой прибыли преступники. Данная информация незамедлительно доведена до личного состава, в связи с чем доэкипированы с удачей наряды дежурных частей, постовые наряды полиции, несущие службу в системе управления единой дислокации, постов и маршрутов патрулирования, автоматическим оружием, с лицами индивидуальной бронезащиты. С 11 апреля текущего года до основного распоряжения выставлен разыкной пост РП номер 5, 54-й квитра, автодороги подъезд к городу Майкопу от автодороги М-29 Кавказ, это в Кутаре-Козелно-Кулерском. Во время висения службы на родственном посте круглосуточно, в двухсменном режиме, организована беспрерывная служба, иначе вооружение автоматическое, усилена охрана собственных объектов между муниципального МВД России Кашхамызка, а также пропускной режим здания. Сотрудники, осуществляющие пропускную режим административные здания, вооружены автоматическим оружием и средствами индивидуальной бронезащиты. При осуществлении пропускного режима в обязательном порядке используются стационарные ручные металлодетекторы. В случае угрозы нападения незамедлительно вводится в план «Крепость». Проверена надежность охраны мест хранения оружия, боеприпасов и техники. Проверена система помещения и сбора личного состава. Проведены тренировки по плану «Крепость». Обеспечено стопроцентное оснащение средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны личного состава, заступающего для неслуживания окрано общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Значит, в данный момент все наряды, которые, как я уже говорил, задействованы в плане единой дислокации, они вооружены автоматическим оружием, приближены к местам скопления граждан и зданиям органов, зданиям администрации и прокуратуры и суда. По завершению доклада глава района Заур Хамирзов задал вопрос выступающему о мерах безопасности в период майских праздников. Везде будут расстановки личного состава, будет задействован личный состав практически в полном объеме. При случаях, если не будет хватать личного состава, также будут прибывать дополнительные силы с РВД по республике Адыгея. Все мероприятия будут везде, будет обеспечено присутствие сотрудников полиции. Начальник межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский Анзаур Гишев обратился с просьбой к администрации района обеспечить электроэнергией круглосуточный пост в хуторе Казена Кужорский, а также в приобретении нескольких видеокамер для установки их на въездах в АО «Кашихабль». Глава района заверил Анзаур Гишева в том, что все эти вопросы в скором времени будут решены. Также начальник межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский Анзаур Гишев обратился к главам поселений с просьбой своевременно информировать руководство МВД о планируемых мероприятиях. Для доклада об антитеррористической защищенности образовательных учреждений слово предоставили начальник управления образования муниципального образования Кашихабльский район Касею Киргашеву. По восполнению поручения главы Республики Абье от 30-го, 10-го, 15-го года с целью предупреждения и пресечения возможных технических проявлений образовательных учреждений района проводятся встречи мероприятия. В каждом образовательном учреждении имеются паспорта о технической безопасности, утвержденные и согласованные с ФСБ, МЧС, МВД. Разработаны инструкции действий руководителя и работников при угрозе или проведении технического акта по каждому образовательному учреждению, утвержденной начальник управления образования. На основании требований Федеральной законодательской федерации противодействия терроризму от 6 марта до 2006 года. Организована разъяснительная работа среди сотрудников, обучающих образовательных учреждений, также с родителями и законными представителями. Здесь необходимость повышения длительности, соблюдения требований и обеспечения личной и коллективной безопасности в местах массового пребывания. В образовательных учреждениях особое внимание уделяется на обеспечение охраны объекта организации, контроля пропуска в здании образовательного учреждения, содержание кабинета в подвале, в чрезвычайном хозяйственном помещении, наличие и работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности, ужесточен пропускной режим, исключив несанкционированный проход посторонних лиц. В своем докладе он отметил, что в целом все общеобразовательные и дошкольные учреждения обеспечены всем необходимым в плане безопасности. В заключении доклада сообщил следующее. В связи с этими событиями во все образовательные организации района направлены приказ в связи с обострением актов на территории СССР. Далее глава района Заурха Мирзов обратился к главам поселений, чтобы они уделили особое внимание миграционной политике в своих поселениях и плотно сотрудничали с правоохранительными органами. В свою очередь прокурор района Евгений Зиновчик обратил внимание присутствующих, что произошедшие события в Ставропольском крае могут произойти где угодно и нужно быть очень внимательными для неповторения подобного в нашем районе. Забываем о таких событиях, которые происходят. Но вот тот пример, который имел место быть вчера, там тоже населенный пункт, он удален от, скажем так, областных районных центров. Это просто село какое-то было. Никто не ожидал, что там это может произойти. Нет каких-то стратегически важных объектов, нет такой социально развитой инфраструктуры. То есть все это может произойти где угодно. Поэтому не нужно думать, что мы тут находимся в каком-то таком обособленном районе, обособленном месте, это нас не касается. Всегда помните об этом. В ходе совещания глава района было выдвинуто предложение о том, чтобы обучить сторожей в школах и в садиках специальности охранника и в дальнейшем получить лицензии, так как безопасность детей стоит на первом месте, говорит Заур Хамерзов. Далее слово было предоставлено председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву. Хотелось бы, чтобы все прислушались и сделали соответствующие выводы, чтобы у нас, наоборот, ничего хорошего не получилось. Надеюсь, что все приведут с этой информацией. В свою очередь, первый заместитель главы района Руслан Ивыков сделал следующее замечание. Не слышал, по крайней мере, ни в декватах, ни в мероприятиях проводимых. Именно практические занятия, будь то мероприятия по эвакуации людей, будь то мероприятия по действиям персонала в каких-то чрезвычайных ситуациях, по школам провести анализ по детским садам, международных депутатов и эти мероприятия провести. В заключении для зачтения протокола совещания слово было предоставлено секретарю антитеррористической комиссии Руслану Тхагову. Как заслушал доклад и обсудил вопрос по эвакуации дня, комиссия решила рекомендовать начальнику муниципального отдела МВД России Кашхабский осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение и обеспечения возможных террористических проявлений, обеспечить проведение инструктажей, оказание методической и практической помощи руководству персоналу предприятий и организаций, в вопросах обеспечения надлежащих охранных объектов и действия при угрозе совершения террористического акта и возникновения других чрезвычайных ситуаций, запланировать усиление нарядов полиции в местах массового пребывания и жителей Кашхабского района. При патрулировании территорийно-основных пунктов сотрудников патрульно-постовой службы, участковыми полномочиями и сотрудниками дорожно-патрульной службы включить в маршруты патрулированные территории, прилегающие к объектам образования и здравоохранения с целью выявления подозрительных лиц, а также возможных признаков подготовки ими террористических актов. Рекомендовать управление образованием муниципального образования Кашхабский района совместно с межмуниципальным отделом МВД России Кашхабский организовать проведение инструктажей лиц, задействованных в охране и подведомостных объектов по обеспечению надлежащей охраны объектам действиям при угрозе совершения террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций. Обеспечить размещение в вызывательных учреждениях памятах гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта и возникновения других чрезвычайных ситуаций. Уточнить паспорта антитеррористической защищенности образовательных учреждений, планы и схемы эвакуации положения в пропускном режиме Организовать проведение практических тренировок по отработке действий по эвакуации персонала и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций Другие мероприятия для формирования детей сотрудников и навыков проведения чрезвычайных ситуаций Рекомендовать директорам школ и дошкольных учреждений обеспечить проверку исправности ограждений территории, образовательных учреждений, исправность запорных устройств, дизельных ворот и калиток Очистить дворов от ссорной растительности, мусора и растительных материалов Предварительно обследовать и закрыть на замке подвальные и чердачные помещения Создать условия для беспрепятственной эвакуации людей из зданий из помещений Организовать дежурство сотрудников образовательного учреждения, провести инструктаж дежурных по действиям в случае обнаружения подозрительных предметов и подозрительных лиц на территории образовательного учреждения во время проведения дня знака Рекомендовать главам администрации сельских поселений оказать помощь при руководителям в обеспечении безопасности образовательных учреждений и учреждений для ухранения используя при этом возможности как администрации сельского поселения, так и возможности предприятий, организаций, частных предпринимателей, расположенных на территории сельских поселений. Протокол был принят единогласно всеми членами комиссии.